Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На еду в кафе и столовых кировчане тратят 15 тысяч рублей в год. Таковы данные Кировстата за 2023 год. Для сравнения, в 2022 на питание вне дома жители региона расходовали 12 тысяч 200 рублей, а в 2021 – 9 тысяч. В целом, оборот Кировского общепита за год вырос на 11%. В 2023 году сумма достигла почти 17 миллиардов рублей. Для создания первого в Кировской области фиджитал-центра начали закупать оборудование. Сам центр будет расположен в чистых прудах и войдет в структуру спортшколы «Бересники». Расположится рядом со школой номер 39. В состав фиджитал-центра войдут спортивные площадки и модуль для виртуальных игр. Как сообщает сайт правительства региона, уже заключен контракт на поставку оборудования. Кроме фиджитал-центра, в чистых прудах планируют создать большой центр по направлению фиджитал на территории бывшего Кватун в рамках кампуса мирового уровня. В эфире «Экономика». В Кирове откроют еще магазин с мерчем 650-летия города. Он появится в цокольном этаже дома Витбергом, рассказал руководитель дирекции по организации 650-летия города Алексей Чепцов. Сейчас там уже ведется ремонт. Продавать будут товары с символикой юбилея, а также изделия вятских народных промыслов и другие сувениры для туристов. Напомню, что первый такой магазин был открыт на Динамовском проезде 4. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова